Я подскажу, значит, что сегодня мы собрались по поводу освобождения, так сказать, с вывода до советских войсков Афганистана. Дальше день, 23 февраля, Советская армия военно-морского флота, но он день защитника, сейчас обзывается. И основное, так сказать, у нас сегодня тоже, мы здесь приготовили 70 лет у нас Михаил Николаевич, Михаил, в органах отработал больше 30 лет. И здесь, ну и по сути дела, он службу не менял, она как была у нас, так сказать, в Государственной инспекции ГИБДД. Здесь замначальник, исполняется у меня, писал такой, 17-й сторон. И поэтому, значит, вот, значит, вот сегодня он сейчас тоже торопится, ему тут надо на совещании, поэтому я попросил, наверное, сейчас моему вручим. Вот, поэтому здесь вкратце скажу, что действительно достойный человек, сотрудник, мне приходилось с ним работать. Задержание работы в ГАИ была действительно тяжелое, и сегодня тяжелое. И всегда, порой, наверное, больше всех от граждан подвергается критике, что то не так, то там не того задержали, так далее. Он был достойный человек, он и сейчас продолжает трудиться у нас, так что, пожалуйста, вот это слово, мы его откуда. Михаил Николаевич, я всей души поздравляю с коллективом, значит, в твоем водеотовстанском районе, в том числе и теплое пожелание от нас, доброе, да, крепкое здоровье, благополучие, добра и счастья. Непосредственно, да. Поздравляю. Всего хорошего, здоровья, счастья. Это от нас и, соответственно... Так, это вот это, от ГИБДД, да? Да, и от ГИБДД тоже самое. От ГИБДД? Да, поздравить вас тоже самое. Это от Совета ветеранов, от, так сказать, от наших общественных, всех здесь сидячих организаций тоже самое. Поздравляю. Держи, 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 пускай тебе охлаждает все. Все, можете идти, все. Сейчас не включайте, полно. Все, спасибо. Спасибо. Так, ну что, продолжим тогда, давайте. Да, если надо, у нас в работе, тогда не задерживаем вас. Да. Занимайтесь тогда. Ну и сейчас мы, значит, у нас распорядок сегодня какой-то. Денис. Правильный консервный вывод. Ну, что, поправить? Нет, я сейчас пойду. Я уходу. Нет, я не... Я там один. Ага. Все, спасибо. О том, что значит с праздником 23-го защитника, как я говорил. Вот. Сегодня у нас присутствует Афганистан. Соленко Юрий Михайлович, генерал-майор авиации. Бабенко Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов. Все, но он у нас тоже, все эти люди постоянные. Они с нами работают, поэтому здесь действительно. Часть у нас Лавьев, так сказать, ну Плаксина мы поздравили. Алексей Сеевич, он сегодня там. У нас еще Павел Евгеньевич, но он поехал на центральный там ГОВД, пригласили. Еще у нас есть, которые, так сказать, один тоже, но он парапорчик, правда, они сегодня в университете на охране. Они тоже сегодня были, но у них там совещание. Поэтому мы сегодня сейчас проводим такое мероприятие здесь, вот такое торжественное, наградим, так сказать, тоже грамотно за общественную работу наших участников. Вот потом в 12 часов возложения в этом же составе пойдем, наверное, кто как уже, ну это по времени, потому что мы это свое выполняем. Здесь возложение у памятника афганцам Владимира Васильевича как раз на подростковой школе. И, то есть, вот так вот на этом. После этого, кто свободный от вахты, я скажу, место где мы встретимся. Как произойти все хорошо, каждый хочет. Так что, Медвегов, прошу вас, слава. Да, коллеги, спасибо, что пришли, соответственно, да, значит, поздравляю, соответственно, вас с наступающим 23 февраля в первую очередь, да, то, что вы всегда с нами, рядом, да, такие все уверенные, с орденами, вот, значит, форме на надировании, да. На боевом посту, можно сказать, всегда, вот, искренне здоровья желаю вам, вот, соответственно, больше, как бы, в принципе, в такое время, что еще пожелать. Ну и, соответственно, все, что можно было пожелать, чтобы у вас всегда сбывалось, да, и всегда откликнемся, придем на помощь, навсегда. Значит, еще здесь буквально в смысле несколько минут мне хотелось бы и подвести небольшой итог, который мы, сдавая свои отчеты, значит, некоторые удивлялись или в области, или в области, как же так, как вдруг вы провели бессмертный полк. Да, точно сказать, дело внутренних дел, один, да, можно сказать, один единственный, который провел, помните, бессмертный полк. Единственный, который в честь автопробег мы провели в честь 75-летия, это вот благодаря нашим, которому вот товарищам, переходя уже, наверное, в более торжественной части, хочется сказать, отметить, что и на сегодняшний день мы находимся в лидирующих положениях, это не для хвостовства, у нас сегодня присутствуют которые и члены общественного совета, здесь, которые также, наверное, Сеюр Михайлович, берешь пример, в каком плане вот этой стойкости, его вот этого мужества и так далее. Говоря о Вадиме Васильевиче, но я должен сказать вам, что это тоже, мы уже с ним дружим, наверное, больше 30 лет, это точно, и не раз я не усомнился в том, что этот человек даже не нужно на какую-то полность, на какую-то вот, даже на какую-то, знаете, мелочь он не согласен, ночь-полночь подними, всегда придет, всегда, так сказать, поможет, всегда, если надо, организация большая, ребята у него хорошие тоже там, тоже всякое было и так далее, но я сейчас не об этом, я не буду критиковать. Наверное, вот то, что мы сегодня работаем, и я могу, наверное, сказать уже и то, что Мир Михайлович когда приехал, говорит, это действительно видна работа, не то, что что-то за глаза, а здесь, что то, что идет ветеранская работа, что идет и так далее, здесь при том, никто специально показывает или что-то, а здесь вот именно те все люди, которые очень много отдают сегодня, вот Сергей Львович у нас, вы, глядите, тоже занимается в детском доме, так сказать, полковник, занимается воспитанием молодежи, детский дом тяжеловат, вы сами знаете, дети, которые уже были обижены тем, что потеряли родителей, в каком-то плане родители потеряли их, дальше, так сказать, вот говоря, что он нашел, навел там порядок, так сказать, и это приятно, говоря о Сергея Алексея Николаевича, так, начальник, я пошел, да, Юрий Михайлович, прошу вас, так же, вам почетно везти с Лондона, вот он, товарищ генерал-майор, разрешите вам от ветеранской организации Ленинградской области, так как я дам поздравить вас, ну, с этим праздником, потому что встали живы, ваши товарищи, вы выполняли тот долг, который, наверное, здесь сидящий, мы тоже писали, я писал, чтобы хотели туда попасть, но может Господь Бог уберет, может хорошо или нет ли, поэтому за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, товарищ генерал, оставайтесь такой же мужественной, такой же, так сказать, подтянутой, чтобы не сказал о себе, но все равно, поэтому еще раз поздравляю вас, желаю, спасибо, здоровья, здоровья, таскаться здесь, держи, в руках не упал, а там Саша поддерживает про Афганистан поговорим, да? Ну, недолго, потому что еще чай ждет. Значит, я в ту пору служил в 12-й армии ПВО в Ташкенте, на Чопере, и тут в связи с выходом в Афганистан, в ВВС, штаба ВВС, началась перетурбация, и мой начальник штаба был назначен начальником штаба ВВС. Ну, война есть война, и, конечно, столько потерь, очень трудно переживать, и камнем лежит на душе гибель товарищей Перед самым, по сути дела, уходом моим уже с этого, с Афганистана у меня погибает заместитель мой полковник, начальник оперативного отдела, и получилось, что никто, все же услышали, что погиб полковник, все, никто не хочет прийти на замену, вот, и получилось, что я, значит, полтора года там дополнительно одежда. Сергей Васильевич, тоже видите, сколько, вот мы здесь сидим, сколько вы, это награды и так далее, но посмотрите, на самом деле, это боевые награды по товарищу, которые Володя тоже вспомнил, как говорится, видать свое слово, ну, пару слов скажите, пожалуйста, поэтому поздравляю. Спасибо. Спасибо. На поле, разведлись. Мы, по сути дела, земляки, Сергей Михайлович, родился я в Черчаке под Ташкентом, отец десантник, тогда был спецназ ВДВ, друг в штабе округа, Игнатиев Викторов тогда, вы должны его знаете, помнить, работал, служил, но попал в Афганистан, я уже попозже, в 85-м, и до 87-го так расслужил, было всякое потерение, вроде ни одного человека мы не потеряли, ни одного, было два ранения, у лейтенанта одного мы приняли, ну, там сам, такой старший. А так, в принципе, руковожу организацией боевого братства Токсинская. Юрий Михайлович знает, мы постоянно общаемся, постоянно встречаемся, сегодня, вы видите, ребят, тоже дал команду, чтобы все были в форме, все, чтобы было, ну, полно на улице, поэтому ничего такого. Сегодня мы сделали уже мероприятие по, прошлись по могилкам, погибших в Чечне, в Афганистане, почистили выходы, входы туда там, все, дорожки сделали. Вчера тоже ездили в Любань, ребята мои, тоже там, захоронение есть, в Никольском сегодня, прочистили все. И вот сейчас ждем мероприятие в 12 часов, которое предстоит. говорит, все остальные меня знают. Какая-то помощь, что там надо, ради Бога. Всегда рады помочь. И в связи с предстоящими мероприятиями, разрешите маленький, так сказать, вот, наши общественные организации, ваши общественные организации. Валерий Александрович, примите наш подарок, президент, так сказать. Спасибо. Посмотрите, что, как, можете показать. Ну, мы потом посмотрим, где надо. Армейский паек, календарь афганский наш. Ну, и, соответственно, 100 граммов боевых. Как полнота. Ну, Армейский, что же, дорогой, мы можем... Все, братство. Дорогие мои, общую фотографию прошу всех, встать сюда. Магаданские афганцы вам приветствуют, передают и поздравления. Кто? Магаданские афганцы. О! Им тоже большой-большой. Какого желательного. Когда здесь, в военкомате, был учащенный человек. Календарь.